Каждый прыжок летающего лыжника Сункару всего два с небольшим года Когда строили этот спорт-объект, Иван Каркачев, чтобы идти в ногу со временем, изучил и современные технологии возведения лыжных гигантов Теперь он по праву считается одним из лучших спецов на Алматинском комплексе Под отчетным владением Иван Иванович относится с любовью и неким почтением Ну, во-первых, для нас это было все новое У нас до этого были трамплины, но мы так сказать, как дедовским способом У нас ничего такого не было У нас были грабли, лебедка стояла, грабли, барабан Значит, мы, этот, ковш такой, мы цепляли, значит, на лебедку этот ковш Туда снега внизу набрасывали и ехали по горе Оп, стоп, лебедку остановил, лопатами набросали где-то там снежку И дальше поехали И так вот всю гору, можно сказать, вручную засыпали Пока объект включает в себя два трамплина К-95 и К-125 Их расчеты конструирования производились уже по новым нормам строительства лыжных трамплинов 2008 года При возведении комплекса в склон были вбиты тысячи железобетонных свай 40-метровой длины Возведение началось все в том же 2008-м А уже через два года на нем провели первые международные соревнования На Сункаре есть также судейский блок, канатная дорога, система оснижения, дождевания, освещения Многофункциональное здание с трибунами на 5,5 тысяч мест, с подземным паркингом и медиа-центром Несмотря на столь юный возраст, алматинский комплекс принимал уже немало международных состязаний самого высокого уровня Он по праву считается одним из лучших в мире Если говорить про универсиаду, предстоящую в 2017 году, то трамплин в целом готов Мы буквально в феврале месяце провели этап Кубка мира по двойборю Эту трассу уже опробировали Оценка технических делегатов была положительная В этом году мы, эту трассу, будет проектирование этой трассы В том плане, что она будет дальше развиваться Развиваться в каком плане? В том плане, что мы туда будем подводить все инженерные сети Чтобы к универсиаде уже этот участок привести в соответствие Сейчас завершается строительство трех новеньких трамплинов Высотой 60, 40 и 20 метров соответственно Иван Иванович постоянно на стройке Он полностью поглощен процессом Подготовить гору не такое уж и простое дело На бетон, значит, стелятся маты На маты сетка И на сетку уже вяжется Показать опять, да? Вяжутся вот эти вот предохранительные пластинки Это для того, чтобы В случае спортсмен упал, чтобы не травмировался И рука туда выжилась, чтобы не залетела Вот эта предохранительная сетка И, значит, и сверху вот эта уже щетка Они ложатся вот так одна на дну Где-то 30 сантиметров Вот так должна быть Накрывать Одна на дну вот так ложатся Где-то расстояние вот это 30 сантиметров должно быть На спортивных объектах комплекса Тренируются ученики Дюша номер 7 В межсезонье они оттачивают свое мастерство в беге на лыжах Но как только сойдет снег Ребята снова начнут прыгать с трамплинов Три новых они испытают уже в этом году По словам директора Сункара На них могут тренироваться и мастера Им на маленьких трамплинах при прыжке Легче понять свои ошибки Где-то в сентябре месяце мы думаем Что по спортивному календарю Там будем проводить в сентябре месяце Гран-при Этап гран-при кубка Где будут участвовать тоже наши спортсмены И состоится кубок юниоров Вот так и живет комплекс А Иван Каркачев каждый прыжок летающего лыжника провожает взглядом Но в нем нет ни тени зависти Ведь такие фанаты своего дела, как он Благодаря Сункару могут снова реализовывать себя И передавать опыт молодому поколению Вон там На лбу И в две внизу Сункару могут снова реализовывать себя Сункару могут снова реализовывать себя